Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая проблема, пишите вы. Я недовольна мужем. У нас двое детей, один совсем маленький, я постоянно загруженный. Он же в основном помогает, когда я ему говорю. Но сам не проявляет желание, видно, что ему неинтересно. Я не скажу, что он не нежен, у меня такое ощущение, что он не хочет стараться для меня. Хотя для других, особенно знакомых мужчин, он прямо лучший брат. Я не хочу, чтобы он тратил на них энергию. Как добиться, чтобы он старался для семьи? Но, с одной стороны, ваше раздражение и недовольство понятно, потому что вам тяжело и трудно. И то, что у вас двое детей, конечно, недобавляют вашим отношениям определенные близости, скажем так. Потому что многие семьи при рождении ребенка испытывают определенный кризис, из-за чего им нужен смене психолога для того, чтобы кризис преодолевать. В противном случае ситуация может быть, ну, довольно-таки грустная и печальная, потому что может отойти до развода. Вот. С другой стороны, если муж неинтересный, то его нужно заинтересовать. Вы же, как будто бы, посчитаете, посчитаете просто, что он вам должен, что он просто должен делать для вас вот что-то. И вы не хотите, чтобы он делал что-то там для кого-то. Вот. Ну, здесь нужно все-таки, наверное, прийти к тому, что мужчина не ваша собственная. Вот. Вот. Нужно прийти к тому, что человек все-таки вам, наверное, не принадлежит. Вот. Нужно прийти к тому, что у человека может и должен быть выбор. Как ему действовать, что ему делать и так далее. Вот. И если он не хочет, если ему, допустим, по какой-то причине неинтересно, то это в первую очередь, наверное, вопрос скорее больше к вам. Что изменилось в ваших отношениях настолько, что ему перестало быть интерес. Ему перестало, для него пропал интерес вам помогать. Вот. То есть, мне кажется, что такой вопрос нужно в первую очередь себе задать. Ну, например, говорю ли я ему о том, что меня беспокоит, говорю ли я ему о том, что я чувствую. Например, или что мне тяжело и так далее. Вот. Вот. Знаете, потому что если вы, условно говоря, позволяете себе быть загружены, то есть иными словами, вот. Ну, если вы, ну, взваливаете на себя слишком много, то естественно создаётся ощущение, что вы можете с этим справиться. И мужчина вполне может быть просто-напросто уверен в том, что, о, зачем ему делать, если вы всё, ну, если вы всё знаете, там, сами, да, если вы всё сами можете сделать. Вот. Вот. Здесь вы вот с одной стороны ограничивая мужа, как бы предъявляя, скажем так, на него права собственности. То есть не желает, чтобы он жил своей жизнью и тратил, как вы говорите, свою энергию на кого-то другого. Вот. Вы вступаете для него в роли родителя. Вот. И это, соответственно, автоматически превращает его в, ну, вот, в такого же ребёнка, как у вас. Мало чем отличается, по большому счёту, от ваших собственных детей. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, сложность здесь заключается в том, чтобы выработать вот в какой-то степени, да, выработать уважительное отношение к себе, уважительное отношение к мужу. Вот. И не переходить вот определённую, скажем так, ну, границу, да, не переходить границу определённую. Вот. Ну, мы взглядели, что вы это к желанию делаете, хотя я прекрасно понимаете, что он здесь лошка. И трудно, я понимаешь, что он в общем-то он. Ну, не от хорошей жизни вы, как бы, подобные действия совершает. Просто двигаясь вот в таком направлении дальше, вы можете вполне быстро своего мужа ещё больше от себя отвратить. Вот. А я не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот. Поэтому здесь нужно быть, на мой взгляд, осторожней. вот там, потому что, ну, разрушить отношения, как мне кажется легко вот построить их довольно сложно. Конечно, нам, на мой взгляд, следует выяснить, что между вами и вашим мужем общим есть. Мне кажется, что это такой очень важный момент, потому что если вы ответите себе на этот вопрос, вы сможете вспомнить, что вас когда-то сблизило. Вы сможете увидеть, что вас когда-то сблизило. Вспомнить это, напомнить об этом себе и, собственно, своему мужу. Вот. И ситуация может, в принципе, начать улучшаться. Вот. По возможности необходимо наладить коммуникацию, используя конструктивные модели общения. Им вы можете научиться у психотерапевта, если вам это интересно. Вот. И, соответственно, стараться прислушиваться и к себе, и к нему. Вот. Только так, на мой взгляд, можно будет реально решить вашу проблематику. Вот. Сейчас она выглядит. Вот. Достаточно такой вот стрелок. Следующее. Недовольство. Недовольство. Это, если я в данном случае правильно понимаю, это про ваши ожидания. про то, с чего вы ждете от своего мужа. И с ожиданиями тоже необходимо работать. В первую очередь, это связано с тем, что ваши ожидания были соответствующими. Чтобы они не были завышены и занижены. Но в то же время, чтобы вы транслировали свои определенные ценности и говорили о том, что вас волнует. Да? О том, что вас беспокоит. Это, на мой взгляд, очень важный аспект. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сейчас сказать. Вот. То, что я мог бы вам сейчас ответить. То есть спросите себя, с чего вы хотите. Хотите просто заставить мужа делать так, как вам хочется? Или хотите все-таки, чтобы и вы, и он были счастливы? Тогда необходимо над отношениями работать. Вот. Я бы предложил вам изучить теорию транзакционного анализа. Вот. Не все, конечно. А в той части только ребенок и родитель. Потому что вы выстраиваете свои отношения с мужем по такому принципу. По принципу родитель-ребенок. Где родители, в данном случае, высокосплативые. Это происходит, когда вот в какой-то момент коммуникация нарушается. И вам категорически я бы рекомендовал работать над коммуникацией. В первую очередь наладить именно конструктивное общение. В общем, да, уважительное общение с мужем. Вот. Чтобы его устраивало, вас устраивало. И тогда. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, я надеюсь, вы сейчас понимаете. что, ну вот, на данный момент, ни о чем таком, речь вести, к сожалению, нельзя. Нельзя. Вот. Потому что вы, у вас к мужу, ну вот, прямо такие вот, претензии. Вот. Ну, вы можете, конечно, как бы, в этих претензиях оставаться. Вот. Вот. Ну, правда, заключается, заключается в том, что ничего хорошего вам это не даст. не даст. То есть, как бы, ну, правда, заключается в том, что, кроме, а, кроме, вот, определенного негатива, вот, вам это ничего не принесет. Потому что, чем больше вы будете так делать, тем больше, ваш муж будет от вас отдаляться. к сожалению. Вот. Как это обычно происходит. К сожалению. Ну, соответственно, такой ответ. Вот. Вместе, вместе с тем, вам ни в коем, ни в коем, ни в коем, ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя оставлять, вот, ситуацию, как есть, то есть, ну, в том смысле, что вам необходимо свои интересы пропагать, вам необходимо свои интересы защищать, вот, ну, делать это, на мой взгляд, нужно достаточно грамот, чтобы не вредить самой себе. Вот. Вот. Ну, и все-таки нужно, наверное, понимать, что у вашего мужа, в какой-то степени, наверное, должно быть свое личное пространство. Вот. Ваш муж должен уделять внимание и время себе. Вот. Но порядок и количество этого времени вам нужно урегулировать по, по, по возможности, а, так, чтобы это было максимально, а, ну, максимально удобно и доступно вам обоим, а не так, чтобы кто-то страдал. Да. Вот. Вот. Для этого, мне кажется, необходимо учиться говорить, в первую очередь, учиться говорить о том, что вот вас, например, беспокоит. учиться говорить о том, что у вас волнует. Учиться говорить о том, что вы чувствуете при этом не одна, условно говоря, не переходя на личность, не оскорбляя и так далее. Учиться конструктивным вообще. Вот. Поэтому я бы сначала, наверное, предложил бы вам обязательно с собой поработать немножко вот так, чтобы лучше вот себя разобраться, а дальше уже, возможно, с мужем обращаться, то есть, вместе с мужем уже обращаться, да, для того, чтобы ситуацию как-то вот урегулировать вместе. Вот. Вместе с тем, я имею ввиду. Вот. Что, на мой взгляд, было бы самым лучшим для вас вариантом. Вот. Естественно, при условии, если вы этого хотите. Вот. Постараюсь, постараюсь, я пока не очень понимаю, от чего вы хотите. То есть, в том смысле, что вашего мужа, там, грубо говоря, заставить делать то, что вы хотите и хотите и, как бы вам, ну, это, на мой взгляд, нам достаточно просто вот себя спросить, да, и сами хотели бы, чтобы он, ну, что-то, что-то, что-то дело, грубо говоря, испорт-палк, нет, это, что-то, сами хотели бы, чтобы он, ну, что он сейчас через силу что-то дело. Вот. Если у вас есть к нему чувство, то, ну, наверное, вряд. Вот. Вот. Ну, самое время вспомнить о ваших чувствах, вот, к нему. И, ну, если вы, это, что-то, 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 соответственно, начинать это выражал. Вот. Я уверен, что это не самая легкая задача, безусловно. Я уверен, что у вас обиды имеются на него, это нормально и естественно. Ну, со всеми этими аспектами можно поработать при вашем желании, при вашем стремлении, как бы, да, отношения с мужем улучшить. Вот. Вот. То есть, вот. Ну, было бы неправильно сказать, что это выражает. Вот. Потому что это выражает. Ну, вот. То есть отношения с мужем. Вот. Два человека. Вот. 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 Ну, я бы сказал, что во многом. В данный момент, вот прямо сейчас, именно вы можете, по сути, запустить, вот, механизм, запустить процесс, а именно, вот, улучшение ваших отношений. Вот. Понимаете, да? То есть, вы этого делать не обязаны и не должны, конечно же. Но, если хотите гармоничных отношений, вот, то мне кажется, что пришло время, вот, как-то, ну, в себя разбираться. Вот. Пришло время с собой работать и пришло время, вот, возможно, себя, ну, себя исследовать. Вот. Исследовать свое поведение, исследовать свои чувства, да? И, собственно, смотреть на то, как вы устраиваете свои отношения, как вы устраиваете, вот, в частности, свое поведение, да? Вот. Вот. И так далее. Вот. Я отдаю себе расчет о том, что вы можете этого не захотеть. Прекрасно отдаю себе расчет, но надеюсь, что, ну, надеюсь на обратную связь с вашей стороной, вот, это позволило бы, конечно, ну, работу над собой вам начать. Вот. И если, конечно, вы сами этого хотите, если, конечно, вы сами вот к этому, ну, как бы, расположен. Вот. 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 На этом, в принципе, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успешного разрешения вашей ситуации. Вот. И не затягивайте отношения, собственно, к психологу. Потому что, чем дальше такая ситуация будет продвигаться, чем дальше такая ситуация будет проявляться, тем сложнее, труднее будет вам что-то подкорректировать. Вот. Вот. Поэтому я желаю вам мужество, глипкости, терпение и мудрость. И желаю вам самого доброго.